Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звёзды Илона, а ты опять сидишь одна. Здорово, народ, короче, поставим, давайте с вами сейчас жирную точку, просто такую тачелу сейчас поставим во всей этой истории, касаемо, куда делись деньги Русфонда, которые собирались на лечение Жанны Фриске. Короче, почти два года тяжбы Русфонда с семьёй покойной певицы Жанны Фриске позади, наконец-то. Закончилась череда препирательств, лжи и передёргиваний. Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу родителей Жанны Фриске на решение Перовского районного суда. То есть родители Жанны Фриске, они кричали, значит, доказывали с пеной у рта, что деньги они не брали. Вот, Русфонд говорит, деньги-то исчезли, ёпта, куда делись деньги, гоните быстро, бавло. Решение вступило в законную силу, и теперь наследники скончавшейся певицы должны возвратить Русфонду 22 миллиона рублей. О, копейка. Президент Русфонда, президент, блядь, президент Русфонда Лев А. Амбиндер рассказал, что в суде всерьёз в течение нескольких часов выслушивали адвокатов родственников Жанны. Они утверждали, что деньги перечисляли Жанне, а не Русфонду. Все деньги, которые остались после лечения Жанны Фриске, должны вернуть Русфонду, и пошли вы пизду. Жёлтая газетка подчеркнула, что теперь работой займутся судебные приставы. Им предстоит выбить деньги не только с родителей Жанны Фриске, но и с четырёхлетнего сына Платона. А то бишь его, получается, отца, это Дима Шепелев, да? Вот. Ну, я думаю, Дима сейчас зарабатывает большие бабки, потому что Андрюша Малахова уволили с первого канала, теперь он там, можно сказать, number one, такой светится постоянно, я думаю, он имеет хорошие деньги, та всякую хрень ведёт, да, там. Ну, знаете, я вот так подумала, вот у родителей Жанны Фриске особняки есть за границей, у них тоже есть там дачки всякие, знаете, так скромненько живём и не пукаем, да? Просим деньги у государства, у нас у обычных людей, которые вот мы сейчас сидим с вами на Ютубе, не нам делать мехи, но сидим пиздим с вами, да? А эти, значит, значит, на лечение Жанночки, они собирали деньги со всех нас, в общем-то мы-то добрые люди, мы помогли, копеечку кинули, но у нас-то миллионы, да? С каждого по копеечке получилось вот 22 миллиона копеечек мы им натрещали, да? Да, значит, вот они эти копеечки себе пригрели, потратили хер пойми на что, да? А теперь сидят, говорят, деньги мы не брали, возвращать мы вам не будем, да? Ненормально, да? Такая позиция, вообще ништяк. Хотя вот отец Жанны Фриске, он тут одно время так пиздел много на ТВ, что просто, знаете, был такой медийной персоной, что просто да блеваты уже, знаете, даже Андрей Малахов уже сказал, пошёл вон отсюда. Значит, суд доказал, что деньги брали вы, 22 ляма, значит, вы сняли со счетов, вы где-то там профукали, не знаю, стриптиз-бара, где наркоту какую-то покупали, непонятно, да? Ну, у вас при этом имеются дачки всякие там, значит, какие-то заграничные у вас эти, недвижимость какая-то, я же всё знаю, я же жёлтая газетка, меня не обманешь, у меня друзей много по всему свету. Продав всё свои заграничные там это имущества, и там домик у вас, что это такой нехиленький домик у вас там, да, есть такой в Подмосковье, его продайте тоже, и отдайте долги Русфонду, и всё, и живите спокойно, не пукайте, да? Я считаю, это будет правильное решение, не дураки тоже занимались этим судебным делом, я не думаю, что прям взяли на вас такие лохи все и повесили на вас этот долг. Значит, где-то вы что-то профукали, да, где-то вы что-то там нас решили провернуть, какой-то дельце решили, вместе вот с папой Жанночки, да, Жанночка уже, как бы, уже второй год крутится-вертится-то на том свете, потому что вы её просто вечно вспоминаете, не очень хорошим словом, вы уже просто, можно сказать, засрали её имя, уже по полной, просто заблевали, захаркали, спасибо вам, родители. Вот, ну что я вам хочу пожелать, давайте крепитесь здоровьем, потому что вам отдавать 22 миллиона ещё, как бы, да, поэтому давайте, держитесь, крепчайте там, собирайтесь мыслями, поднялись свои сраки, пошли работать. Всё, ну я всё закончила, спасибо. Всё, можно точку поставить и дизлайк поставить. Спасибо.